Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале «Здоровье, тренировках и жизни». Сегодня я предлагаю побеседовать на очень такую интересную, забавную тему. На тему приема пищевой соды внутрь. Так как я так понимаю, что огромное количество людей верит в то, что пищевой содой можно очень хорошо здоровиться, и они этим занимаются самостоятельно, особо не вникнув, как это работает на химическом уровне, как это работает в организме вообще. Можно ли это делать? В каком количестве нужно принимать пищевую соду? Или можно ли вообще это делать? А если нет, то чем заменить? Об этом все я расскажу в видео на примере конкретного кейса, который случился в отделении неотложки, куда обратился мужчина, который в течение многого длительного времени применял пищевую соду, примерно по чайной ложке в день. И к чему это привело? Обо всем вы узнаете в этом видео. Это реальная история, научная, и все подтверждено исследованием, никакой отсебячины. Убедись, что ты подписан на канал, что ты поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Итак, кейс этого 50-летнего мужчины. Он попал в отделение неотложки с рвотой, с диареей, с каким-то таким непонятным состоянием. Ранее он наблюдался в одной из поликлиник, да, это в Штатах произошла ситуация. У него диабет, гипертония, то есть человек был постоянно под наблюдением, но никто не знал, что он делал, как он там занимался самолечением дома. А этот мужчина на протяжении 7 лет применял по одной чайной ложке пищевой соды в день. И это привело у него к проблемам, которые вызвали определенные сердечные аритмии и очень серьезные нарушения работы сердца. Когда он попал уже в это отделение, да, с рвотой, диареей, обнаружил, что у него еще есть серьезные проблемы с сердцем. Врачи начали выяснить, как так, откуда вообще такое состояние взялось, как бы 50 лет, ну это не такой возраст, да, какой-то там серьезный, да. И вот когда выяснили, что он применял такие дозы пищевой соды, да врачи сразу все поняли. Потому что есть определенные диагнозы, которые возникают на фоне того, что вы применяете слишком много гидрокарбоната натрия. Гидрокарбонат натрия – это ваша пищевая сода. Если вы слишком сильно пытаетесь сдвинуть свой кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи, то у вас идут серьезные нарушения в организме и бьет это по сердцу и по другим жизненно важным органам. Потому что вы должны соблюдать меры и нормы приема щелочи. Это действительно полезно, я записал на эту тему отдельное видео, посмотрите на моем канале, это было предыдущее видео мое. Я рассказал, как это работает на очень глубоком уровне, на клеточном уровне, чтобы вы понимали, как это работает. Гидрокарбонат натрия, он же бикарбонат натрия. Это нужно, чтобы вы понимали, и вы не путались. Это одно и то же. Гидрокарбонат натрия, пищевая сода, бикарбонат натрия, это все одно и то же, это все одни и те же названия. Так вот, в одной чайной ложке примерно 4,8 грамм пищевой соды. И это эквивалент примерно, как производители говорят, это примерно 58, где-то 59 миллиграмм эквивалент натрия и бикарбоната. Для сравнения, в обычной аптечной таблетке против изжоги, которая вы применяете, содержится 7,7 миллиграмм эквивалент натрия и бикарбоната, Что примерно, сколько там, 8 раз, да, 8 раз меньше, чем в том количестве, которое вы принимаете, если вы одну чайную ложку добавляете себе в стакан, да, и на протяжении там многих лет пытаетесь что-то этим лечить. У этого мужчины, так как мы будем весь, все видео будем о нем разговаривать, у этого мужчины, у него была изжога просто, изжога, которую он пытался лечить с помощью вот такой щелочи самостоятельно, где-то там он вычитал что-то, почитал, да, типа разобрался в этом всем и начал делать так на протяжении 7 лет, ребят. 7 лет он не понимает, что делать со своим организмом, это серьезный срок. Понятно, если вы там пару месяцев этим позанимались, вы ничего там не нарушили там особо, но на протяжении длительного времени вы накупите большие проблемы со здоровьем, если вы будете делать это не так. 8 раз больше, чем нужно в чайной ложке. То есть отсюда сразу нужно сделать вывод, что если вы хотите использовать именно почему-то пищевую соду, если вам не нравятся другие варианты, а я уже предложил в другом видео нормальную замену, например, просто водичку. Пейте просто водичку, гидрокарбонат натрия, которая содержится, водичка, которая есть гидрокарбонат натрия. Это обычная минеральная вода, типа там есентуки, боржоми, посмотрите мое видео предыдущее, я рассказал об этом. Есть другие способы повышать щелочность в организме, там диета, например. А изжогу можно лечить с помощью таблеток. Но давайте продолжим эту тему, какие же побочки могут возникнуть, если вы превышаете настолько нормы, а их сложно соблюдать, когда вы чайными ложками отмеряете. Это очень не точно, это не аптечная какая-то точность. Вы на глазок, это не делается, ребята, это серьезное воздействие в наш организм. Так вот, побочки могут быть следующими. Первое, это алкалоз. Алкалоз, это когда слишком много щелочи в организме. Так вот, алкалоз метаболически особо не проявляется, когда вы принимаете щелочи, потому что ваши почки регулируют содержание кислоты и щелочи в вашем организме. То есть почти всегда вы бьете по почкам, когда делаете что-то неправильно. Например, или кислотность повышаетесь, или щелочность. Почки пытаются все это урегулировать. В крови это сильно не меняется значение. Но вот почки под ударом, там будут или образовываться камни, или их будут становиться меньше, если вы неправильно питаетесь. Если, например, слишком много кислоты в вашем рационе, то у вас с почкой будут появляться камни, которые будут пытаться сбалансировать эту кислотную нагрузку. Теперь идем дальше. Гипокалимия. Гипокалимия. Это наиболее часто встречающиеся осложнения, которые происходят на фоне употребления большого количества натрия. Алкалоз вызывает, метаболический алкалоз вызывает внутриклеточность двиккалия. Гипохлоримия. Это одна из тоже наиболее распространенных осложнений, которые возникают на фоне алкалоза. Гипернатриемия, которая возникает, если вы слишком много щелочи употребляете, например, в виде соды, она может влиять напрямую на ЦНС, вызывать беспокойство, расстройство, какое-то поведение, которое связано с вашей нервной системой. И это ухудшает просто ваше самочувствие. Это может вызывать даже вялость или судороги. Также могут быть респираторные, сердечные и неврологические расстройства на фоне применения слишком большого количества щелочей. И по пару слов мы остановимся на каждом. Давайте поговорим о респираторных эффектах. Это гиперкапния. Гиперкапния – это отравление углекислым газом. Оно происходит на фоне приема слишком большого количества натрия. И это тяжелое состояние, которое может вызвать, например, апноэ у детей, то есть остановку дыхания. Это задокументировано, это научно подтверждено. Сердечные эффекты. Метаболический алкалоз, то есть повышение щелочности, может повлиять на ваше сердце. Оно вызывает притупление реакции миокарда на адреналин, который присутствует в вашей крови. У пациентов с интоксикацией пищевой соды также могут возникать на фоне вот этой гипокалемии, могут возникать желудочковые аритмии и желудочковые тахикардии. Друзья, любая аритмия, которая возникает в вашем сердце, очень опасна для вашего здоровья. Я думаю, не надо это объяснять очень подробно. К неврологическим эффектам в основном относятся какие-то непонятные судороги или подергивания мышц, которые тоже возникают на фоне повышенной щелочи в организме. Теперь давайте поговорим еще о особой группе риска, которым вообще противопоказано применять пищевую соду для выравнивания щелочности в организме. Тем более, если вы это делаете неконтролируемо еще. Первая группа риска, это задокументизировано, это люди, которые страдают алкоголизмом. Многие алкоголики имеют хроническую диспепсию, и они могут злоупотреблять пищевой содой. И были зарегистрированы случаи, которые приводили даже к смертности среди алкоголиков, которые увлекались пищевой содой. То есть алкоголизм в группе риска. Теперь пошли дальше. Беременные, беременные женщины. Потому что, когда они начинают употреблять слишком много пищевой соды, то это может приводить даже, например, к выкидышам. То есть есть определенные болезни, которые возникают на фоне такого приема. Также это дети. Дети до 5 лет, которые, как я сказал, бывают респираторные нарушения на фоне интоксикации пищевой соды. У детей могут быть остановки дыхания и ночные апнои. Апноя – это и есть остановка дыхания. Потому что были случаи такие, когда там мать давала своему ребенку, я не знаю, что там, какую-то отрыжку она, по-моему, что-то пыталась ему лечить. По щепоточке она соды насыпала своему ребенку восьминедельному. И тем самым она вызвала у него приступ остановки дыхания, апноя. Это опасное состояние. И это сделала мама своими руками с помощью щепотки соды. Теперь давайте вернемся к нашему 50-летнему мужчине. Какая же судьба? Как сложилась его судьба после того, как он поступил в отделение неотложной помощи? В течение трех дней интенсивной терапии этому мужчину восстановили баланс электролитов в организме. Баланс электролитов. И в течение шести дней его выпустили домой уже без явлений, сердечных каких-то явлений, осложнений, вот этих всех аритмий, которые возникли у него в организме. То есть, если бы вовремя ему не дали лечение, вот эта интенсивная терапия, возможно бы это даже привело к тому, что у него бы могло произойти очень серьезные необратимые последствия сердцем, которые бы могли вызвать, например, какой-нибудь инфаркт. Мужчина постепенно восстановился, вернулся к нормальному образу жизни. Хронические болезни никуда не делись, но, по крайней мере, он живой и продолжает жить дальше. Так что, что же можно сказать по поводу всего этого, какие выводы вы сделаете, я не знаю. Но я думаю, вы должны понять, что не нужно бесконтрольно применять пищевую соду. Вообще не подходите к своему здоровью так легкомысленно. Разберитесь в этом вопросе хорошо, это же химия. Вы, например, должны понимать, что если вы щелочь добавляете кислоту, то происходит реакция химическая с выделением большого количества углекислого газа. То есть, если вы, например, используете пищевую соду, а я сейчас вам дам простое решение, что нужно делать, я повторюсь специально, я в том видео предыдущем об этом рассказал, вы можете применять другие средства, кроме пищевой соды. Если вы, например, запьете пищевой содой во время еды, если вы выпьете стакан такой, скорее всего, неправильно разведенной пищевой соды, то есть, возможно, вы ее даже неправильно размешиваете, неправильно вообще разводите, то когда вы вливаете щелочь в желудок, в котором есть кислота, если вы, например, съели какую-то пищу, которая повысила слишком сильную кислотность в организме, то есть, например, какое-то мясо съели, что-то, много сыра, и в желудке в это время слишком много кислоты. Во время еды вы выпили эту щелочь, начинается выделение огромное количество углекислого газа в желудке. Если он был переполнен, если там еще были какие-то газы до этого, то есть такое явление, состояние, когда желудок взрывается. Желудок взрывается, и это несовместимо с жизнью. То есть вот эта химическая реакция происходит, если вы выпили щелочь во время еды. Никогда в жизни такого не делайте. Не пейте даже водичку, которую я вам рекомендую пить. Ту водичку, например, буржоми или синтуки, или любую другую водичку, которая минеральная водичка, лечебная. Она более, в ней более естественной форме находится щелочь. Она там растворена правильно, в правильной концентрации. Просто пейте такую водичку иногда, если вы хотите повышать щелочность в организме. Используйте также, например, цитрат калия, бикарбонат натрия. Бикарбонат натрия, это и есть гидрокарбонат натрия. Но в воде. Пейте просто такую воду, например, натощак, и вы будете становиться здоровее и здоровее. Друзья, если вы хотите разбираться больше в теме кислотно-щелочного баланса, я рекомендую вам видео, которое будет в конце этого в виде подсказки. Вы сможете перейти на него и посмотреть и разобраться действительно на глубоком уровне, как же все-таки выравнивать кислотно-щелочной баланс в организме. Если вы этим занимались, когда принимали пищевую соду. Если вы лечили изжогу таким образом, то просто пойдите в аптеку и купите нормальные таблетки. Не занимайтесь таким самолечением дома. Вы, скорее всего, неправильно разведете этот раствор. Вы, скорее всего, не нужной температуры будут и воду пить, и ненужной концентрации. Используйте или просто водичку, которую я вам сказал, или не занимайтесь, в общем, самолечением. Друзья, на этом все. Если у вас остались еще какие-то вопросы по поводу пищевой соды, если вы все же планируете ее применять, ну, задавайте свои вопросы под этим видео и постараюсь вам ответить. А мы увидимся в новом видео. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok